В Украине стартовала налоговая амнистия, так называемый налоговый компромисс. Насколько эффективно он позволит привлечь деньги в бюджет? И о мировом опыте мы общаемся с Натальей Ульяновой из IFC Legal Services. Здравствуйте, Наталья. Как вы оцениваете закон о налоговой амнистии и налоговом компромиссе в Украине и странах СНГ? День добрый. Мы все знаем, что с 17 января закон о налоговом компромиссе уже вступил в силу и, соответственно, у нашего бизнеса есть 90 дней, чтобы отреагировать либо не отреагировать как-то на вступивший в силу законодательный акт. Но я могу сказать, что мои прогнозы скорее отрицательные. Я не думаю, что бизнес благоприятно отреагирует на данный закон, потому что в нем существует ряд существенных недоработок. Если вкратце описать основную суть этого закона, можно сказать, следующее. С 17 января до 16 апреля у бизнеса есть определенный период времени для того, чтобы задекларировать все свои невыполненные обязательства по налогу на прибыль и НДС. Это только два налога, которые являются приоритетными. И оплатить их. И оплатить их. Вернее, задекларировать и оплатить определенный процент. На сегодня это 5%. 95% считаются, грубо говоря, прощенными. Бизнес не хочет выходить из тени или он был бы готов, но если бы амнистия была более полная? Бизнес, наверное, был бы готов выйти на свет, если бы закон был доработан правильно. Потому что то, что я вижу по сегодняшним клиентам, бизнес хочет, готов и, наверное, может структурировать свою деятельность абсолютно законно и честно. Но, к сожалению, существующее законодательство, в том числе налоговое в Украине, не дает ему такой возможности. Что мы видим? Мы видим, уважаемые господа бизнесмены, будьте любезны, задекларируйте. Все, что вы не задекларировали за определенный период с 11 по 1 апреля 2014 года, заплатите 5% и вы можете спать спокойно. По факту, если прочитать статьи закона, которые вносят поправки в налоговый кодекс Украины, мы видим, что бизнес не может быть спокоен, потому что после того, как он задекларировал, что он может получить в ответ? Первое. Органы контролирующие, которые получили исправительные налоговые обязательства, они могут их либо принять, либо не принять. Если они не хотят их принимать, они могут сделать дополнительную проверку на предприятии. И найти все те недочеты, которые хотел бы рассказать бизнес. Абсолютно верно. Они могут проверить, и если говорить простым языком, бизнес задекларировал налоговое обязательство, например, в размере 100 тысяч гривен, фискальные органы делают проверку и говорят, вы знаете, а вы задекларировали 100 тысяч, а на самом деле у вас там обязательство на 1 миллион. И посему налоговая у нас нагрузка вырастает с 5% от 100 тысяч до 5% с 1 миллиона. И, к сожалению, если бизнес будет оспаривать факт налоговой проверки, акт составленный после нее, то налоговый компромисс приниматься не может. То есть налоговый компромисс должен перерасти в налоговую амнистию полностью? Даже не так. Мне кажется, что если бы, вот по аналогии, если не ошибаюсь, вот Виталия, у них самый удачный опыт по налоговой амнистии, потому что, по-моему, уже три раза они делали таковую и даже повышали ставку с 2,7%, по-моему, до 5,7%. И, соответственно, вот этот опыт считается правильным. Так вот, в Италии, по-моему, там четко было прописано, что бизнес получает в ответ на честное декларирование своих доходов. То есть сам механизм, он действенный. Бизнес выходит из тени, платит налоги и в будущем не нарушает законы. Но для этого, кроме самого закона, должны быть и налоги, которые бизнес готов бы был платить. Абсолютно с вами согласна. Вы знаете, первое – это сам механизм. Это то, с чего мы начинаем. Механизм прописан плохо. Он сработал в хороших странах, где налажена система. Он сработал, если не ошибаюсь, в США. Он сработал в Италии неплохо. И мы видим, что он абсолютно не сработал в Грузии. Потому что в Грузии также не было последующей налоговой реформы, которая готова была бы принять бизнес. И бизнес, они, по-моему, хотели собрать около 1 миллиарда, собрали до 100 тысяч долларов по налоговым обязательствам. То есть совсем мало. При всем том, что в Италии они собрали действительно несколько миллиардов. Я могу ошибаться, но, по-моему, такую сумму они собрали. И здесь мы говорим, что, во-первых, если бы бизнес был спокоен и уверен, что задекларировав свои доходы, он, во-первых, мы же подаем исправительную налоговую отчетность, которая тянет и других контрагентов. Эти контрагенты, они могут либо захотеть, либо могут не захотеть подавать исправительные проводки. Фискальные органы видят, у меня есть один контрагент, у меня есть с ним обязательства. Я задекларировал свои невыплаченные, скажем так, налоги. А контрагент не идет на налоговый компромисс. И проверка понятна, к кому пойдет. Абсолютно верно. Здесь мы можем получить письмо счастья для контрагента, и таким образом в какой-то степени его некрасиво, в простонародье говорят, подставить. Здесь мы видим также следующее. После того, как была проведена налоговая проверка, мы можем получить абсолютно завышенные налоговые обязательства. Это второе. Третье. Бизнес может быть спокоен в том, что налоговый компромисс состоялся в течение 10 дней после того, нет, у нас, по-моему, 70 дней после того, как мы подали обязательства, и, соответственно, либо получив подтверждение этого, либо получив факт о том, что будет совершена налоговая проверка. Естественно, что здесь без реформы государственного аппарата, который занимается данными действиями, нельзя идти на налоговый компромисс. Потому что все прекрасно понимают, что здесь вступает так называемая госпожа коррупция, и бизнес, который работал много-много лет, и при предыдущей, и при власти, которая была до этого, он уже знаком с ней, и он не уверен, что коррупционный механизм не сработает. Будут ли пересматривать этот закон? Готов ли бизнес по новым правилам работать? Бизнес готов работать по новым правилам. Я могу вам сказать с абсолютной уверенностью, потому что я уже 15 лет работаю напрямую с бизнесом. И бизнес хочет платить налоги. Бизнес может платить налоги. Я не могу понять одно, почему те, кто пишут законодательные акты, не слышат бизнес. Бизнес говорит, например, инвестиционный бизнес. Мы готовы платить приемлемую налоговую ставку. До этого мы знаем, что по институтам совместного инвестирования у нас был льготный режим 0%. На сегодня они являются плательщиками налога по отдельным видам деятельности, которые являются основными и бюджета образующими на общих основаниях. Инвесторы говорят, мы готовы платить 5-6%, поставьте нам льготную ставку. Мы не будем выходить за рамки украинского правового поля, мы будем платить. Я не знаю, почему их не услышали, поставили на общих основаниях. И теперь я предполагаю, что они действительно уйдут на другие фондовые рынки, либо будут заходить сюда с определенным структурированием. Да, тем более, что риски остаются, а условия работы не улучшаются. Ваше ожидание, что еще может стоить в законодательном поле, для того, чтобы в этом году бизнес все-таки заплатил налогов больше, чем в предыдущем, и платил дальше, может увеличить сроки оплаты, чтобы бизнес понял, что есть компромисс, пообщался со своими контрагентами, и все, в общем, приняли решение идти на него или не идти. Если дать больше времени, будет ли результат? Хороший вопрос. Я боюсь, что, наверное, просто увеличение сроков налогового компромисса ни к чему не приведет. Абсолютно нет. Здесь надо, как я уже говорила, реформировать практически все системы в Украине. Здесь бизнес должен быть уверен, что после того, как он задекларировал и показал весь свой оборот, он может спокойно это делать и в последующие периоды с оптимальной налоговой нагрузкой и без коррупционного элемента. Что он хочет? Он хочет платить приемлемую ставку налогов, он хочет быть уверенным, что к нему не придут с проверкой и не потребуют заплатить деньги за правильную проверку, он хочет быть уверен, что с него не будут требовать те налоги, которые он не может заплатить. Потому что в сумме, заплатив высокую ставку налогов, плюс решив все вопросы по контролирующим органам, он просто оказывается в минусе. Без этого он не пойдет на компромисс. Есть ли хорошие примеры использования этого механизма в странах СНГ? В частности, Европу мы вспоминали, Италия, которая проводит уже третий раз. В СНГ проводится ли это или хотят проводить? В СНГ хотят проводить, естественно. Под тем или иным названием все хотят получить какие-то дополнительные деньги в бюджет. В России мы что видим? Недавно вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях. Соответственно, они хотят точно так же получить дополнительные средства после декларирования своих доходов в бюджет. Будет это работать или нет, к сожалению, не знаю, потому что в России вообще очень сложная ситуация, там много ограничений, там также не совсем прописан механизм работы, и мы увидим, наверное, какое-то ближайшее будущее. Что говорить по другим странам, ну вот я уже упоминала, что в Грузии, к сожалению, потому что реформа в Грузии на тот момент еще не прошла, и на сегодня мы видим, что она где-то, наверное, либо немножечко произошел откат назад, либо, возможно, будет ее развитие. Но вот на момент налогового компромисса бизнес не был уверен в стабильности завтрашнего дня, поэтому налоговый компромисс и не состоялся. Если говорить о других странах СНГ, ну вот как такового прямого налогового компромисса, я не могу сказать успешного опыта где-то. О том, как правильно формулировать закон о налоговой амнистии, мы общались с Натальей Ульяновой из AFC Legal Service. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца, специально для Дука Скопи ТВ из Киева.